Если будут появиться другие вопросы, то я тогда закончу. Так, зачем нам ЖКТ, если не для еды? Ну, у меня все-таки версия немножко иная по ЖКТ. То есть, ребят, смотрите, когда мы с вами появились на свет, чтобы нам сформироваться, у нас мы формировались, получали все питательные вещества из пуповины. Пуповина у нас как раз на животике. И когда вы будете на более длительных сухих, ну, например, даже на девятом дне, вы почувствуете, что у вас в животе идет такая легкая вибрация. И она очень приятная, она иная, которая просто как растекается на все тело. Это не просто вибрация, да, как вот от какой-то там виброплощадки, а она иная. И ЖКТ все-таки нужен нам для вывода чего-либо. Вот я живу в таком месте, где, например, если я летом еду, вечером на велосипеде, когда жара спадает, появляется более влажный климат, и на велосипеде едешь, и очень много мошкары. Эта мошкара попадает и в глаза, и в рот, и в нос. И чтобы нам вывести это естественным путем, естественное то, что попадает к нам, то нам и нужен вот этот в том числе, и нужен этот ЖКТ. Когда мы, например, плаваем и захлебнули воды, нам же ее нужно будет куда-то вывезти, как-то вывезти. Но это не обязательно для того, чтобы туда складывать сыр, мясо, там и пельмени, либо фрукты, овощи. Но это мое мнение, это мое видение после того, как я ощутила, что он в любом случае работает, работает на лайте, и очень приятно, когда в нем ничего нет. Это другие состояния, это иные состояния. Если хотите, можете проверить это на себе.